Да, дело в том, что каждый месяц практически идут свидетельные заседания по моему делу 114-1 противодействия вооруженным силам Украины в особый период. В данный момент проходят слушания свидетелей, в основном это со стороны обвинения. На прошлом заседании просматривали оперативные съемки из СБУ и МВД и таким образом пытаются остановить мою вину. Судебное расследование идет уже в третий год, потому что первый год одна судья расследовала, потом Верховная Рада уволила эту судью путем иллюстрации и теперь другая судья ознакомится с делами, проводит расследование. Соответственно прокурор требует максимальное наказание, это 8 лет, за то, что я просто выступил против войны на Донбассе. А то, что эта война сейчас происходит и то, что уже почти полсотни тысяч людей погибло и пострадало в этой войне, уже никого не интересует. Получается, тот, кто выступает за жизнью людей, виновен еще в нашей стране. Пожалуйста, ситуация по ваших друзьям, колишних вунцовцям, Клиху и Карпюку. Клих получил 20 лет, 6 тюрьмы, из них остальная зона. Карпюк, соответственно, сейчас находится в Владимирском централе города Владимир, известный Владимирский централ. И Клиха этапировали в Челябинск. Клих мне недавно звонил, ночью обычно, как правило, из тюрьмы звонят ночами. Мы с ним беседовали, ужасные условия, соответственно, просил поддержки, финансовой поддержки, чтобы можно было сбросить там карточку Сбербанка, какие-то финансы. Я, соответственно, на контакте с его мамой, связал их по телефону, общаемся, мама там проводит тоже свою работу, и с теми, кто занимается вопросами освобождения и обмена. Вопрос очень сложный и тяжелый, потому что контактов очень мало. Я с ребятами на связи, у меня есть их телефоны, и поэтому, чем возможно, соответственно, проводим все эти мероприятия. Представьтесь, пожалуйста. Глава политической партии «Спас» Эдуард Коваленко.